Мега представляет Многие считают, что в суррогатном материнстве нет ничего дурного. Это помощь тем людям, которые хотят завести собственного ребенка. А вот чем чревато суррогатное материнство? Для бездетных пар, которые не могут иметь ребенка, потому что биологическая мама в силу определенных причин не может его выносить, суррогатное материнство служит спасением и реализацией мечты иметь собственных детей. Услуги суррогатной матери, в отличие, к примеру, от усыновления, удовольствие не из дешевых, но многие решаются на этот шаг. Родители малыша спокойны, ведь будущий ребенок будет генетически родным для них человеком. Украина является одной из самых привлекательных стран по программе суррогатного материнства. Именно в Украину съезжается все больше бездетных пар со всего мира. Что ж, неудивительно. Славянские женщины, несмотря на плохую экологию и многие другие не менее печальные обстоятельства, обладают действительно крепким здоровьем и выносливостью. Кроме того, в Украине суррогатное материнство разрешено как на коммерческой, так и на некоммерческой основе. Наработана солидная законодательная база, регулирующая большинство нюансов процедуры. Моральная сторона вопроса остается предметом спора для тех, кто с трепетом относится к идее материнства. Противники суррогатного материнства осуждают именно матерей, выносивших и после этого отдавших ребенка. Ведь материнство с психологической точки зрения не может быть ложным. Защитники идеи суррогатного материнства уточняют, что вынашиваемый ребенок генетически не имеет ничего общего с вынашивающей его женщиной. Так является ли суррогатное материнство единственным спасением для супружеской пары, одержимой желанием во что бы то ни стало стать родителями? Суррогатное материнство через несколько секунд в этой студии. Это смарт-шоу. Я Игорь Пупков. Знакомьтесь, гости смарт-шоу сегодня. Валентина Мудрик. Юрист Международного женского правозащитного центра «Ластрада Украина». Общественной организации, работающей в сфере противодействия торговли людьми и всех форм дискриминации, защиты прав женщин и детей. Член правления Международной организации «КПАД», которая защищает детей от сексуальной эксплуатации. Николай Бойко, профессор, научный руководитель медицинского центра «Андроцентр». 28 лет занимается проблемами сексологии, сексопатологии и андрологии. Член Международных ассоциаций и обществ. Европейская ассоциация урологов, Международного общества сексуальной медицины, Международного общества андрологии, профессиональной ассоциации андрологов России. Елена Литвак, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук высшей категории. Ведет врачебную практику в научно-практическом центре клинической и профилактической медицины. Активно сотрудничает с репродуктивными клиниками города Киева. Лилия Давид, акушер-гинеколог, репродуктолог. Главный врач клиники генетики репродукции «Виктория». Занимается вопросами репродуктивной медицины с 2006 года. Основное направление деятельности – лечение бесплодия у женщин с пониженным овариальным резервом. В начале программы я задаю блиц-вопрос, короткий ответ от вас. Да, нет. Скажите, суррогатное материнство на сегодняшний день – это модно? Это модно и нужно. Валентина? Это необходимость. Ну, я бы не сказала, что это очень модно, но это необходимо. Не модно, считаю. Спасибо большое. Итак, давайте определимся. Вот в начале самом, что такое суррогатное материнство? Значит, суррогатное материнство – это один из методов лечения бесплодия, при котором женщина по предварительному договору, который она подписывает супружеской парой, которая страдает бесплодием, соглашается забеременеть, выносить, родить ребенка и тут же в роддоме отдать его паре, которая была генетическими родителями ребенка и которая сразу считается юридически отцом и матерью ребенка. Технически как это происходит? С медицинской точки зрения, как? Собственно говоря, по большому счету ничем не отличается вынашивание суррогатного ребенка от вынашивания собственного ребенка. Где проводится вот эта вот программа суррогатного материнства? Во всех аккредитированных заведениях, во всех клиниках, где Министерством здравоохранения разрешено проведение программ вспомогательных репродуктивных технологий. Таких клиник много? Много в Украине клиник, более 30 на сегодняшний день. Основные показания для участия в программе суррогатного материнства? Основными показаниями к проведению суррогатных программ является или врожденное, или уже наследственное отсутствие матки. Это первое. Во-вторых, это спайки синехии в полости матки, которые не корригируются хирургически. Следующие показания – это тяжелые соматические заболевания, при которых невозможно вынашивание беременности по причине того, что это грозит здоровью или жизни женщины-пациентки. И последнее – это обязательно 4 и более неудачных попыток ЭКО в анамнезе у женщины, но при наличии эмбрионов хорошего качества. То есть, если они не прижились именно из-за маточного факта. Расскажите. Я захотел ребенка. Да, решил обратиться к суррогатной маме. Имею я право на это? Если вы одинок? Да. Ну, семейным кодексом Украины предусмотрено, что право на обращение к суррогатному материнству имеет только супружеская пара, что подразумевает собой мужчину и женщину. По нашему законодательству, одинокие лица не могут обратиться за такой услугой. Это сделано для того, чтобы, в частности, защитить права ребенка на обоих родителей будущего. В других странах, например, в России, это возможно. У нас нет. С чего все начинается? Вот, обследовали, как подбирается мама суррогатная, какие требования к женщинам, которые будут мамами, ну, суррогатными мамами, да? Значит, несамперед, выбор суррогатной мамы, возможно, в нашей стране, кількома шляхами. Можно вернуться до засобов массовой информации. То есть, в интернеті можно дать оголошение, искать среди оголошений женщин, которые искали работу. Это не совсем надежный метод, но анонимность он гарантует поміж своим отношениям, скажем так. Это мы говорим, да. Хочется еще добавить про то, что суррогатное материнство может быть комерційное и некомерційное. То есть, комерційное, когда суррогатная мама отримает винограду, или материальную, или финансовую, за участие свою, скажем так, в этой программе. И некомерційное, когда суррогатной матерью есть близкие родители, то есть, совсем с альтруистичных меркований помогают паре. И самый такий традиционный и переверенный шлях, звичайно, это в клиниках, которые занимаются программами допоможных репродуктивных технологий, у которых есть певная база суррогатных мам, которые поможут обрати. Тогда пара спілкуется с кількома кандидатками, скажем так, обирая, какие ей психологично найбільш комфортны, одна чи двое. И эти женщины обстеживаются в медицинском плане. Это, звичайно, все аналізи гормональные, инфекционная панель. Знову же таки, повертаюсь в нарколог, психиатр. Дозвіл чоловіка, если она в шлюбе суррогатна мати. Скажите, пожалуйста, на вашем досвиде, сколько может суррогатна мама, ну, сколько выношивала детей? Сколько выношила, все зависит от того, не сам передцовик, а по-другому, каким методом родорозрешали ее в предыдущей программе. Все-таки, если это природные роды, природными шляхами, то, ну, 3-4. А сколько стоит на сегодняшний день выносить ребенка, если говорить о коммерческой стороне? Ну, нет такой фиксированной суммы, звичайно, договорятся между собой уже в присутствии юристов, которые это фиксируют, суррогатная мама и пациент. Орентованно это от 20 до 50 тысяч долларов. Как это юридически регулируется? Договор между родителями и суррогатной матерью, он, как любой договор найма, гражданско-правовой договор, нашим законодательством возможно включить туда те условия, которые пожелают обе стороны. Более того, в нашем законодательстве четко не прописаны обязательные условия этого договора. Соответственно, цена тоже является условием этого договора, и обе стороны могут для себя определять, какая это цена. Суррогатное материнство – вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой женщина добровольно соглашается забеременеть с целью выносить и родить биологически чужого ей ребенка, который будет затем отдан на воспитание другим лицам генетическим родителям. Они же считаются родителями ребенка и с юридической стороны, несмотря на то, что его выносила и родила суррогатная мать. История суррогатного материнства уходит корнями в древние цивилизации. Впервые случай суррогатного материнства упоминается еще за 2000 лет до н.э. в Ветхом Завете. Сара, жена Авраама, будучи бесплодной, пригласила служанку, чтобы та выносила и родила ребенка Авраама. Также случаи суррогатного материнства описываются в шумерской Месопотамии еще в 8 веке до н.э. Там суррогатное материнство было закреплено в кодексе законов царя Хамураби. В древнем Египте фараоны часто прибегали к помощи рабынь как суррогатных матерей для продолжения рода. Подобные случаи были не единичными и довольно часто практиковались. Безусловно, в то время в силу неразвитости репродуктивных технологий использовалась естественная инсеминация суррогатной мамы. Но несмотря на это, ребенок передавался именно супружеской паре, которая воспитывала его как своего законного. В конце 20-го столетия, после того, как начали активно использоваться искусственная инсеминация, а также экстракорпоральное оплодотворение, стало возможным вынашивание ребенка, который генетически связан с другими родителями. Такой вид суррогатного материнства называют полным – гистационным. Впервые он был успешно реализован в 1986 году в Соединенных Штатах Америки. В 2001 году Всемирной организацией здоровья была принята формулировка, на сегодняшний день считающаяся наиболее точной для определения суррогатной матери. Гистационный курьер – женщина, у которой беременность наступила в результате оплодотворения ооцитов, принадлежащих третьей стороне, сперматозоидами, принадлежащими третьей стороне. Она вынашивает беременность тем условием или договором, что родителями рожденного ребенка будут один или оба человека, чьи гамметы использовались для оплодотворения. Хорошо, смотрите, мама суррогатная родила ребенка и передумала его отдавать. В конце концов, ну, такое бывает, я знаю. Да, такое бывает, но согласно семейного законодательства, в 123-й статье четко прописано в Семейном кодексе, что даже если мать отказывается, то, тем не менее, права на этого ребенка имеют генетические родители, потому что та женщина, которая вынашивала этого эмбриона, она не является его матерью. А если отмазывается с причин, на их думку, неповноценности, неповного здоровья, дитини народженной, генетичные батьки, после народжения, как тогда вы решите? Это должно быть прописано в договоре. Вы советуете вашим клиентам, чтобы они заранее обращались к юристам? Понятно. А вот интересно, одинокому мужчине обращаться к суррогатной маме нельзя, а одинокие женщине можно? Ну, для того, чтобы суррогатное материнство было осуществлено, необходимо для того, чтобы генетический материал был и мужчины, и женщины. То есть банки спермы можно взять? Да, возможно. Но затем, когда родится этот ребенок, у ребенка должны быть как отец, так и мать. Поэтому, соответственно, одинокому человеку этого ребенка, родившегося вследствие суррогатного материнства, передать не могут. Хорошо. Давайте поговорим о суррогатном, так сказать, туризме в Украину. Есть в нек... В многие страны европейские, у них запрещено суррогатное материнство. Поэтому европейцы едут к нам и рожают детей здесь, используя наших украинских женщин. Ну, вот в данный момент этот вопрос очень дискутабельный. Он обсуждается и нашими репродуктологами, и обсуждается нашими силовыми структурами. Депутатами. Депутатами, да. В данный момент это действительно, вот, юрист расскажет, оздачило, скажем, и наше руководство непосредственно. Наложено было вето, насколько мы известны, на данные вот сейчас существующие законы. И планируется пересмотр этого закона в парламенте новом. Вот с юридической точки зрения приехала пара семейная, да, из Европы. Нашли суррогатную маму, там, подпольными путями, потому что я знаю, что есть... Ну, всё зависит от денег. Можно решить любой вопрос. Можно найти суррогатную маму, заплатить ей денег, можно это в клинике провести. Как ребёнок может покинуть Украину? Ну, это точно так же делается через консульство этой страны, посольство этой страны у нас здесь. И отдельно прописана регистрация таких детей. То есть после того, как этот ребёнок рождён, когда родители, генетические родители обращаются к этому методу, они должны предоставить место временной регистрации. То есть для того, чтобы когда ребёнок родился, и после роддома его могли зарегистрировать в органах, указывается место временной регистрации проживания этих родителей здесь, у нас, в Украине. Соответственно, затем, получив свидетельство о рождении, в котором будут прописаны генетические родители, но делается отметка о том, что суррогатной матерью является такая-то гражданка Украины обязательно, уже с этим свидетельством они могут обращаться в посольство для того, чтобы выезжать в страну, откуда они приехали. Хорошо. Какой статус имеет ребёнок от суррогатной мамы, рождённый в Украине, от украинских генетических родителей? Там есть некоторые особенности при этой регистрации. То есть необходимо согласие, во-первых, суррогатной матери на это, и самих родителей. И в свидетельстве о рождении делается отметка о том, что суррогатной матерью была такая-то гражданка. Но родители имеют такие же права и обязанности родительские, как и все остальные граждане Украины. Отношение к использованию суррогатного материнства в разных странах различается кардинально. К странам, где суррогатное материнство запрещено, нужно отнести Германию, Италию, Швецию, Эстонию, Францию, Норвегию. Чем объясняются подобные запреты? Как правило, в основе лежат проблемы морально-отического и правового характера. Важно также отметить, что наиболее серьезные ограничения в отношении применения метода суррогатного материнства имеют место в странах, где особенно сильно влияние религиозных институтов на светскую жизнь. Различные религии по-разному относятся к возможности вынашивания ребенка посторонней женщины или использованию для оплодотворения чужих половых клеток. Однако по большей части отношение к этому методу лечения со стороны представителей церкви негативно. В Финляндии, Испании и Греции процедура суррогатного материнства не запрещается напрямую. Однако отсутствие в законодательстве соответствующих положений не дает возможности ее правового регулирования. Таким образом, даже при заключении договора между суррогатной матерью и биологическими родителями этот документ не будет иметь никакой юридической силы. В Великобритании, Нидерландах, Канаде разрешено суррогатное материнство только на безвозмездной основе. В частности, в Голландии существует закон, согласно которому оказание услуг по подбору суррогатной матери и сопровождению процедуры является нарушением правовых норм. В России, Украине, в некоторых штатах США, Казахстане метод суррогатного материнства является полностью законным и широко применяется для лечения бесплодия. Давайте поговорим о периоде беременности суррогатной мамы. Вот что должен делать заказчик в этот период? Вот какие его, скажем так, обязанности? Ну, насамперед, подобрать лекаря, клинику, где будет находиться на обліку, не обязательно. Это та клиника, где проходила программа. Если суррогатная мать из региона, значит, она может проходить, спостерегаться под час вагитности за местом проживания. Как правило, с лекарями, которые их ведут, замовники имеют контакт. Ну, а заказчики в основном уже как? Они хотят, чтобы суррогатная мама была рядом с ними? Ну, в основном, да. Индивидуально, да. Большинство из них хочет або поруч, снимают ей квартиру, або есть пари, которые сидят рядом с собой, чтобы видеть ее максимально. Что кушает, что пьет и так далее, и так далее. Чем цікавится, что тоже очень важно, чем занимается вольный час. Тобто, ограживают ее максимально стрессу. Ну, и при этом, понятно, что обеспечивают. Давайте поговорим о перспективах суррогатного материнства. Революция. Ну, я думаю, насамперед, это информованность властных регионов. Регионов не в плане пошуку, подбору суррогатных мам, а в плане существования такого метода лекарствования в Исплите. Потому что велика кількість пацієнтів, которые могут стать счастливыми батьками, благодаря этой методике, просто не знают про нее. Из каких-то других мотиваций, моральных и материальных тоже не могут, релігийных, не могут наважиться на программу. Тому информование лекарями, насамперед, жіночих консультаций, тими спеціалістами, для яких доступні ці пацієнти. Оце насамперед. Ну, я абсолютно согласна с Лилією Владимировне, потому что, ведь, если не рассматривать, скажем, суррогатное материнство с коммерческой точки зрения, и не рассматривать это же суррогатное материнство, я надеюсь, что наши юристы будут на чеку, когда какие-то, скажем, не совсем здоровые пары хотят, там, с каких-то своих соображений, то это огромная, скажем, помощь женщинам, вот я как гинеколог, скажу тем, которые имеют онкозаболевания, по какой, ну, скажем, даже не гинекологического плана, успешно прошли лечение. Но это лечение, которое они проходят, не дает возможность в дальнейшем нормально реализовать себя как мать, то это нужно информировать как онкологов-гинекологов, как врачей женских консультаций, что это именно доступно, и это реально, и действительно ведь и детская онкология существует, и люди вырастают, и потом они, если информированы, и врачи знают, кому обращаться, как обращаться, в какие клиники, это будет правильно с медицинской точки зрения и с юридической правильно оформлено, потому что если это все информировать врачей законодательной базой, то тогда не будет вот нюансов, ну, они будут, но это снизит вероятность использования такого хорошего метода, скажем, лечения бесплодия и не будет, ну, нивелировать его ценность. Ну, если мы уже зачепили питание онкологии и бесплодия, все-таки хочется наголосить про то, что много пациентов и лекарей не направляют на консервацию яйцеклитин перед лечением онкологических хороб, променевуючи химиотерапией, перед лечением основного захворения, потому что после него женщина может не продукувать, не вироблять повноценных яйцеклитин, которые дадут ей возможность отримать генетичную свою вагитность. И уже после лечения онкологического захворения можно або в свою программу, або ж даже в сургатную программу с использованием все-таки своего генетического материала. Вы знаете, что касается консервирования сперматозоидов, то консервуют не только человеки неплідні на майбутнє або донорскую сперму, але ж есть и опыт, и в развитых странах консервирование сперматозоидов человеков, которые имеют небезопасные профессии. Такие активные пилоты, спортсмены. И я встречал такой случай, когда женщина уже померлого человека, який загинув, кажется, он пилот был, народила дитину після його, і запліднилась, і народила після його смерті. А можна сказати, що суррогатне материнство в будущому стане таким конвейерним? Ну, вот этот же вопрос очень часто дискутабелен в России. Вот, потому что там сейчас некоторые, скажем, коммерческие, ну там даже юридне банки, а юридические фирмы, которые хотят это поставить на коммерческую основу, и это мотивирует тем, что это улучшит демографическую ситуацию в России. Но, опять-таки, этот вопрос, который рассматривается в России, частью их депутатов, находит довольно-таки аргументированных противников, и, может быть, скажем, это хорошо, потому что в дискуссии рождается истина, как со стороны религиозных организаций, так и со стороны правозащитников, потому что не может оно быть абсолютно коммерческим. Понимаете, в каком плане? В том плане, что если это спустить на коммерческую основу, это уже абсолютно другие, да, будут включаться механизмы юридические, которые будут это как-то рассматривать. Поэтому, ну, скажем так, наверное, все-таки очень хорошо, что профессионалы со стороны медицины, действительно, которые имеют честь врачебную, становятся на защиту определенных, скажем, регулируемых механизмов с юридической точки зрения своей деятельности. А то, знаете, как-то вот мы все об этом сейчас разговариваем, и складывается впечатление, что врач почему-то может продаться, знаете, вот за любую, за любую, да, как бы сумма, нельзя говорить, что люди не имеют суммы, за которую они продаются, но все-таки профессионал, который востребован, который знает уровень своего знания, он не пойдет на нарушение законодательства, потому что опыт, наработанный годами, он же и дает возможность ему зарабатывать. Хорошо, смотрите, вот сейчас нас смотрит молодая пара, энергичная пара, успешная, им некогда, некогда вынашивать ребенка, и поэтому они хотят вот обратиться к суррогатной маме. Насколько это возможно сейчас? И возможно ли это? При сбережении показаний до суррогатной программы, которую я уже назвала. То есть за божанием пари без отсутствия чутких медичных показов, программа не проводится. А вообще это в мире такое явление популярное, или, возможно, это в будущем будет? Да, в мире это модно, но в тех странах, где это позволено, поэтому они едут. Ну, в то же время, вы абсолютно правильно, Лиля Владимировна, скажешь, что эти молодые успешные женщины на период своей карьеры могут вполне спокойно обратиться в репродуктивную клинику на пике своего репродуктивного возраста, заморозить яйцеклетку, заморозить сперматозоид. И когда у нее, скажем, получится возможность, а как правило, у них это после 40... Нет, вынашивать она сможет, потому что у нее генетически яйцеклетка. Нет, ну-то по закону-то не имеет права рожать. Ну, мы не говорим сейчас о нашем законодательстве. Вы же вообще спросили, молодая успешная пара. Ну, а не будет дитина там примороженная, что яйцеклетина, сперматозоид? Ну, уже есть статистика, уже, слава Богу, с 1986 года у нас технологии работают в РТ. И есть статистика, вот, в частности, у профессора Дахно, девочка, которая вот его, которая харьковская, ей сейчас сказали 18 или 16, абсолютно успешная, абсолютно ничем не отличающаяся от детей, которые вот росли и развивались, и родились естественным путем в том году, когда она была рождена первой на Украине, при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Притом, изумительно красивая девочка. Спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, что зрители наши теперь чётко понимают, что такое суррогатное материнство и в каких случаях можно прибегать к услугам суррогатных мам. Спасибо большое. Гости сегодня нашей программы. Елена Литва, кокушер-гинеколог. Лилия Давид, главный врач клиники генетики и репродукции Виктория. Николай Иванович Бойко, врач-андролог. И Валентина Мудрик, юрист Международного правозащитного центра «Ластрада Украина». Это смарт-шоу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok